До 10 лет колонии неугомонным коллекторам. В Госдуму предложена новая инициатива. Развитие банковского сектора и сферы кредитования принесло жителям нашей страны огромное количество возможностей. Спорить с этим сложно. Но легкость выдачи кредитов породила огромное количество проблемных долгов. Люди не могут их отдавать. Оформленные онлайн в один коллек займы очень быстро ведут к тому, что в жизни заемщика возникают коллекторы. Как они общаются с должниками, выбивая просроченные кредиты и займы, вы наверняка знаете. Миллион звонков, морально-психологическое давление, обман. Хотя по закону им это делать запрещено. Последствия нарушения закона это тысячи жалоб ФССП. На них, на коллекторов по всей стране. Своих клиентов я к этому приучаю. Не терпеть и защищать свои права, жаловаться на тех, кто нарушает закон. Но и этого недостаточно для неугомонных. Поэтому о предлагаемых на законодательном уровне мерах воздействия на взыскателей мы с вами сегодня и поговорим. Это для вас шикарные новости. А с вами я, Наталья Катряева. Ставьте лайк этому видео. Кстати, если у вас до сих пор не оформлена подписка на мой канал, подписывайтесь. Раз в неделю выпускаю здесь самые актуальные новости по теме долгов. А также делюсь тонкостями процедуры их законного списания. В конце выпуска вам расскажу, как получить шаблоны по защите от коллекторов, чтобы не звонили вам и третьим лицам. Не отключайтесь. Итак, ситуация в сфере взыскания просроченных задолженностей непростая. Хоть законодатель и пытается влиять на нее. Действует у нас в стране 230-й так называемый антиколлекторский закон. Но практика показывает, что этого недостаточно. 30 тысяч жалоб в год. Вот такой печальный итог деятельности коллекторов фиксируют судебные приставы. И это только учтенные инциденты. А представьте, сколько людей по стране проглотили оскорбление, унижение и агрессию коллекторов. Это десятки, если не сотни тысяч случаев. К сожалению, приходится констатировать, что происходящее стало нормой. Ну а что в сложившейся ситуации предпринимает государство? Нельзя сказать, что оно бездействует. Закон, регламентирующий деятельность по взысканию задолженности, как я уже сказала, действует. Перед Новым годом в Госдуму еще вносились дополнительные предложения, предусматривающие ужесточение их ответственности. И вот несколько дней назад на рассмотрение в Государственную Думу предложена новая инициатива. В чем ее суть? Предлагается следующая градация степени ответственности коллектора в зависимости от тех действий, которые он совершает по отношению к должнику. Итак, до пяти лет колонии дадут коллектору, который в одиночку занимался распространением порочащих сведений о заемщике или угрожал ему. Если же взыскатель действовал в компании коллег, ответственность может возрасти до десяти лет. Перевожу с юридического на человеческий. Речь идет об исписанных заборах, подъездах, лифтах, листовках на столбах, надписях «Петров должник», сдобренных разными нелицеприятными эпитетами. А вот насилие без вреда для здоровья станет поводом для семилетнего лишения свободы. Но применение насилия, сопряженного с опасностью для здоровья и жизни заемщика, повлечет вероятность десятилетнего тюремного заключения для такого отчаянного взыскателя. Однако процесс этих инициатив требует времени, обращаясь к тем, кто сейчас в долгах. Если это про вас, знайте, что ситуации до появления коллекторов в принципе можно не доводить и списать ваши долги и кредиты по закону, даже не дожидаясь просрочек. А если уже коллекторы вам звонят, тем более не стоит тянуть. Долги – это та проблема, которую можно и нужно решать. Именно сейчас ситуация благоприятствует этому. Федеральный закон номер 127 позволяет списать раз и навсегда долги по кредитам, кредиткам, займам, налогам, ЖКХ и так далее. Сделать это можно за короткий срок, в среднем наши дела длятся полгода-год. Никаких серьезных последствий процедура не имеет. Записывайтесь на бесплатную консультацию, это онлайн происходит, ко мне. Я разберу ваше дело и дам экспертное заключение по возможности списать ваше непосильное обязательство. Записаться можно по ссылке, которая будет под этим видео. Я с командой работаю по всей России. А я возвращаюсь к коллекторам и вот что скажу. Что это далеко не первая попытка законодателя ограничить коллекторский беспредел. В действующем законодательстве установлено правило, которыми должны руководствоваться лица, занимающиеся взысканием просроченной задолженности. И это говорю не я, это напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Например, ограничение количества звонков. Или после отзыва согласия на передачу информации третьим лицам нельзя звонить этим третьим лицам. И многое другое. Однако существующих мер ответственности, которые предусмотрены действующим законом для коллекторов, сегодня недостаточно. И я с председателем правления Ассоциации юристов России полностью согласна. Друзья, я сотни сообщений получаю от вас с жалобами на коллекторские звонки, на письма или смс. Прямо под этим видео поделитесь своей историей взаимодействия с коллекторами. Как вы отражаете их нападки? Что используете для защиты? Я, во-первых, лично просматриваю, отвечая на все комментарии. Во-вторых, тому, кто расскажет самую интересную историю, я отошлю тысячу рублей на карту. А в следующем выпуске я объявлю, кто же это был. Поэтому проявляйте активность, пишите и обязательно смотрите следующий выпуск, чтобы не пропустить розыгрыш. Кстати, давайте вместе посмотрим, кто в прошлый раз выиграл. Если вы узнали себя, смотрите на экран, обозначайтесь, подробности в описании к этому видео. Всем огромное спасибо за вашу активность, я это очень ценю. А мы опять возвращаемся к нашим коллекторам. Сказать, что они на сегодняшний день находятся без надзора законодателя нельзя. Мы об этом уже поговорили. И вот что еще. Статьи для их деятельности в Уголовном кодексе также есть. Они предусматривают ответственность за все, что они делают. И клевета, и угрозы убийствам, и вымогательства, и порча чужого имущества. Уголовную ответственность за все это никто не отменял. В чем же проблема? Почему коллекторов не привлекают к уголовной ответственности? Да в отсутствии специализированной коллекторской статьи в Уголовном кодексе. По словам Владимира Груздева, на сегодняшний момент ситуация такова, что реакция правоохранительных органов возможна только после совершения одного из указанных деяний, что может привести в итоге к необратимым последствиям преступления. Отсутствует, если можно так выразиться, нормативно-правовое признание, это простыми словами, и констатация факта специфичного коллекторского насилия. Законодатель, вероятно, пытается интегрировать, оформить в правовую форму эти действия взыскателей при процессе истребования долгов. Цель, возможно, состоит в уходе от квалификации их как обычному хулиганству или причинению вреда здоровью. И полагаю, что, возможно, отсутствие этой связки сейчас и не дает правоохранительным органам всерьез сдвинуть ситуацию с коллекторским беспределом с мертвой точки. И, конечно, такой инициативе нужно воплощение в виде специальной статьи, посвященной коллекторам напрямую. Надеюсь, что ее появление поможет более четко реагировать на выходки взыскателей и навести в этой сфере порядок как можно скорее. А вот мои клиенты в один голос твердят о том, что избавиться от долгов оказалось для них настолько просто, что многие даже не поняли, как это произошло. Это правда, которую они транслируют сами. Можете убедиться в моем специальном чате поддержки для клиентов. Заходите и общайтесь напрямую с теми, кто списывает свои долги и кредиты по закону. Там же вы можете получить шаблоны по защите прав должника, написав слово «шаблон». Переход в закрытый чат Телеграма происходит через мой Телеграм-канал. Ссылку оставлю под этим видео на Телеграм-канал. Подключайтесь оперативно и не уходите в себя из-за долговых проблем. Их можно решить 100%. Ну а наш выпуск подошел к концу. Я благодарю, что вы были со мной. Увидимся в следующем видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok